Передача «Город женщин», «Дом ткани», «Якутюрье». Ну что ж, еще раз доброго дня. Конечно, хотелось бы сказать, что раз понедельник, так мы начинаем новую жизнь. Но нет, мы начинаем новую тему. Новая тема у нас – развитие креативности. Я права? Да. Очень хорошо об этой теме нам расскажет наш коуч. Я сегодня в образе. Да, Александра Иванова. Ну, а наша с Ирой Дегтяревой креативность продвинулась, не продвинулась точнее, дальше, чем текст старой песни, да? Зато песня прекрасна. Кинофильм тоже прекрасен, с которого эта песня. Наш любимый фильм «Девчата». Как там мы хотели? Отчего, отчего, отчего так хорошо, от того, что ты идешь по переулку. Я отказывалась с ними участвовать. Ну и что? Ну, пришлось. Доброго дня. Ну что ж, раз тема заявлена, я предлагаю начать не с нее, а начать с гороскопа. Почему? Потому что, если у вас не так сильна креативная жилка, или вы думаете, как бы мне сегодня творчески начать, звезды – это именно те субстанции, которые способны подсказать нам, как это сделать. Кто наш любимый гороскопщик? Рита Макарова. Вот ее мы и ждем. С началом новой недели, а наш гороскоп спешит порадовать своими прогнозами. И помочь вам правильно распределить силы в течение семи дней. Ведь звезды никогда не врут. Овны. Ваши мечты превращаются в реальность. И сколько бы ни было игроков на арене, а в вашем случае конкурентов, победа в любом случае останется за вами. Тельцы. Вам нужно подвести итоги уходящего года и проанализировать всю свою работу. Понять, что еще не сделано, чтобы скорее все успеть. Близнецы. Вы с большим удовольствием и предвкушением интересных событий каждое утро погружаетесь в будний день. Сохраняйте настрой и обязательно заряжайте других. Раки. Скажу вам по секрету, вас и ждет маленький сюрприз от вашей второй половинки. Но это совсем не удивительно, ведь скоро Новый год. Время намекать на подарки. Львы. Вам может показаться, что вы немножечко запутались. Но нужно приложить немножечко терпения, чтобы распутать этот клубок сомнений. Девы. Избегайте излишней болтливости. Ведь есть риск на эмоцию сказать то, чего не следовало. В некоторых ситуациях лучше закрыть свой ротный замок. Ведь не зря говорят, что молчание золото. Весы. Не стоит удивляться, если посреди рабочего дня ваши мысли уплыли куда-то очень далеко. Думайте об отдыхе чаще, и тогда это обязательно сбудется. Скорпионы. Давно хотите посетить салон красоты или устроить вечеринку с друзьями? Так что вам мешает? Сделайте это. Ведь именно сейчас настало ваше звездное время. Стрельцы. Будьте бдительны и внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Это поможет вам оказаться в нужном месте в нужное время. Козероги. Если вас посещала идея заняться новым проектом или начать свой собственный бизнес, то поверьте, сейчас самое время. Водолеи. Позаботьтесь о том, чтобы разнообразить свою жизнь и сменить привычную обстановку. Возможно, это будет поездка в другой город, а может и смена имиджа. Рыбы. Перестаньте жить воспоминаниями и закройте глаза на все прошлые обиды, для того, чтобы открыть их и смело шагнуть в светлое будущее. Дорогие телезрители, пусть у вас все сложится хорошо, а звезды в этом обязательно помогут. А с вами была я, Маргарита Макарова. До встречи на следующей неделе. Ну что ж, не могу не поделиться информацией, которую, считаю, нужно озвучить прямо сейчас. Дело в том, что магазин Камелек, точнее сеть магазинов Камелек объявила новую акцию с 15 по 26 ноября. В сети магазинов Камелек при покупке от любой суммы вы становитесь обладателем сакрального браслета оберега Хоррисхал. Кстати, он на мне надет. Это браслет-оберег. Он привлечет в ваш дом богатство, успех, удачу и благополучие. Но не только этим Камелек славен. Обменяйте флайер. А флайеры у нас вот у меня в руках есть. Вот такой, наверное, можно флайер обменять. В сети магазинов Камелек, на что мы можем менять? На дисконтную карту Камелек. Дисконтные карты вы тоже можете видеть у себя на экранах. Ну и напомню адреса. Проспект Ленина, 36, торговый центр Айсберг, первый этаж, Крестьянский рынок, первый этаж и ТРК Азия, первый этаж. Вот так много Камелька. Ну а я рада представить нашу следующую рубрику. У нас тема закипела. Стало быть, счастье быть собой уже впереди. И мы продолжаем говорить о темах, которые украшают нашу жизнь, которые делают ее счастливой и приносят нам удовольствие и удовлетворение. Сегодня мы говорим о креативности и о том, как ее развивать. Вот как вы думаете, девочки, креативность и творчество – это одно и то же? Ну, для меня это одно и то же, хотя я понимаю, что оттенки перевода все-таки присутствуют. Если ты скажешь, какие, я буду рада. Да, на самом деле у нас в Википедии практически как синонимы они представлены. Это не синонимы, поэтому я предпочитаю слово «творчество». Но, возможно, ты мне сейчас откроешь креативность с другой стороны. И вообще, если глубоко в эти концепты, так сказать, углубиться, да, то все-таки творчество – это антологический, так сказать, термин. Это относится к категории бытия, дара, да, это, ну, такие вот вещи. Почему? Это же еще и способности, которые ты развиваешь, разве не так? Так. А вот креативность – это больше к сфере социально-психологического, то есть как раз это способности, навыки, которыми мы все пользуемся. Но суть, в общем, заключается в том, что человек создает что-то новое. И в том, и в другом случае. Тогда у нас, я прошу прощения, что перебила, вот у нас самый креативный человек. Она трижды в день что-то новое создает. Я вообще, как минимум, обед, завтрак, ужин. Вы знаете, в целом можно сказать, что в нашей стране люди очень креативны, потому что стимулирует к креативности, как ни странно, дефицит, нерешенность, проблем, да. Это народная мудрость подчеркивает, как говорится, огольно, выдумки. Хитра. И, кстати, это один из двигателей, как сказать, эволюции, развития. Да, вот если говорить о происхождении креативности, то есть две теории. Одни считают, что вообще человек разумный, он потихонечку, поскольку выживали самые, в том числе и смекалистые, самые креативные, находящие выходы из сложных ситуаций, вот так вот и формировалась креативность. Другая версия есть о том, что это произошла такая мутация, ну, генная, и появились люди креативные, остальные все пропали. А, то есть это от генов еще зависит, да, ты хочешь сказать? Да, на самом деле, если прислушаться к известному психологу Абрахову Маслову, то у каждого из нас есть креативные способности. Я вообще в этом уверена. Только кто-то под воздействием среды немножко забывает об этом, да, но на самом деле это всегда можно развить. Сегодня мы как раз будем говорить о том, как стимулировать в себе вот эти вот гены креативных. А развивать будем? Сила воли нужна для этого. Кстати, сила воли нужна. Это у детей как бы желание, оно само собой присутствует, а взрослых уже нужно. Вот здесь я хочу немножечко вам противоречить, потому что на силе воли далеко не уедешь. А на удовольствие, когда тебе это нравится, то тогда достигаются лучшие результаты. Извините, чувство долга еще присутствует. Вот чувство долга, мы эту тему, кстати, обсуждали, что чувство долга, оно вызывает протест. Когда ты должен креативить, креатива не будет. Да, есть такое. Хотя нет, я тоже не соглашусь. Когда я пишу статьи, иногда вот этот сейт ноты, отсутствие времени и сознание, что ты вообще никто, ничтожество. Если сейчас не напишешь, это к нашей теме жертвы. Или же от... Самый простой пример, Оль, самый простой пример это кухня. Там тоже можно креативить, там даже нужно. Ты просто подходишь к холодильнику, смотришь, какие у тебя продукты там есть. Вернее, которых нет, и создаешь новые блюда. Это и есть креативность. Да, действительно, когда у тебя капуста, лаваши и почти ничего больше, тут скреативишь. Левша, да, это же наш национальный герой, человек, который на пустом месте создает что-то новое. Вот, кстати говоря, есть такой очень известный американский психолог, Михай, затрудняясь его фамилию произнести, она такая... Чиксенг Михай, потому что у него венгерское происхождение. И вот он как раз очень много, он один из самых широко цитируемых психологов современности. И вот он раскрыл понятие потока, которое очень, ну, прямо относится к креативности. Поток это когда ты не замечаешь времени, ну, я думаю, вам всем знакомо. Когда ты вот вообще забываешь о еде, питье, да, и творишь, творишь, и вот это вот чувство счастья, чувство удовольствия. Вот ради этого потока, да, состояния, когда ты вот просто все объединяется, весь твой фокус внимания, все твои ресурсы, и ты можешь заниматься своим любимым делом очень долго. Да, и ты чувствуешь, что ты бог сотворяешь какие-то... Наверное, со стороны дурацкие вещи, но... На самом деле, сейчас это очень важно, потому что, как вы понимаете, новые технологии, роботы, они скоро заменят человека везде практически. Многие профессии исчезнут. Ну, в многих сферах, да. Они и человека заменят скоро. Надеюсь, никогда. Кроме аспектов креативности, потому что пока еще машины в этом нас заменить не могут. Да ладно, они даже не обыграли еще в шахматы никого. Обыграли уже давно. Это было один раз. Обыграли уже давно. Я понимаю. Не-не-не, здесь осталось. Это просто решение данных. Сейчас информация у нас. Ничего подобного, как раз новая. Мы поспорим с тобой. Хорошо. Я тебе покажу. Итак, что же дает нам креативность? Давайте подумаем на эту тему. Что дает человеку креативность? Ну, как что? Новые возможности, может быть, уверенность в себе дает. Счастье от того, что ты сделал что-то новое, необычное, или наоборот, старое, но очень хорошо, гораздо лучше, чем раньше. Делает жизнь более разнообразной. Да, делает то, чего ни у кого нет. И к тому же иногда привлекает внимание, люди такие, опа, ничего себе позволяет пути для самореализации какие-то новые открыть, да? Да. И, кроме того, это позволяет найти какие-то новые пути решения. Вот сейчас креативность очень востребована в таких сферах, как реклама, конечно, да? Наше телевидение, допустим. Где еще? Ну, где-нибудь еще обязательно. Вообще, я считаю, креативность нужна в любой сфере деятельности, даже в математической, казалось бы. Мне кажется, вокруг у нас вообще все креативщики сейчас. Да даже бухгалтера, по-моему, уже как-то более так подходят. Да, надо сказать, что это слово сейчас очень плотно вошло вот в наш ежедневный такой обиход. Это действительно важное качество, да? И приятно, что более ста методов для развития креативности есть, и некоторые мы после рекламы рассмотрим. Да, после рекламы рассмотрим. Вы смотрите «Город женщин», и мы сейчас будем разговаривать о методиках развития креативности. Вообще их уже существует очень много, и, конечно, мы вот в рамках нашей передачи можем буквально 2-3 только назвать, да? Я вот с собой принесла книги, сейчас издается достаточно много литературы, и каждый автор продвигает какие-то свои, значит, те методики, да, и мы можем выбрать из них те, которые нам ближе. Вот, например, известный очень автор Эдвард Дебона, он написал книгу «Нестандартное мышление», и, в частности, он предлагает метод «Шляп». Допустим, вы рассуждаете над какой-то проблемой, и надеваете разные шляпы. Вот у тебя не зря сегодня шляпа. Вот, допустим, любую проблему, следующий номер выпуска журнала, или передачи, да, или аналитики какой-то. И вот мы начинаем надевать разные шляпы. Потом мы надели шляпу полицейского, да, и смотрим на свою эту вот тему с точки зрения официальной, формальной и так далее, да. Потом надеваем вот такую вот, как у меня, романтическую, да, гламурную. На эту же проблему смотрим с этой точки зрения. Потом черную критическую, серьезную шляпу, да, надели. А мы можем мысленно их надевать? Я столько шляп не надеваю. Конечно, мысленно. Конечно, это все мысленно. То есть для простоты, как бы, перехода вот в другое мышление, да, вот надеваем просто мысленно шляпы, потом медицинскую шапочку надели, да, посмотрели на эту проблему с точки зрения, допустим, здоровья, валиологии и так далее. Немножко похожий метод, например, называется метод Уолта Диснея. Он говорит, вот размышляйте над чем-то, побудьте сперва в роли фантазера-мыслителя, да. Вот вы придумываете, забыв обо всех ограничениях времени, ресурсов, денег, вот идеальную какую-то картину. Потом пересели в кресло критика и очень сурово раскритиковали, нашли все минусы этой своей, да, идеи. Дальше пересели в кресло реалиста. И так можно несколько раз пересаживаться и в итоге проработать. Слушай, получается, я чаще всего в роли критика выступаю для самой себя, когда я пытаюсь что-то новенькое начать. Я так рьяно критикую и знаю все слабые моменты, что мне уже не хватает духу назвать плюсы. Вот поэтому обязательно надо завершить, пересев в кресло мечтателя, потому что это дает энергию. Я так и сделаю. Слушай, не хватало мне этого, оказывается. Да, есть много других методов, например, ассоциации. То есть вот есть какая-то тема, да, и ты начинаешь просто не задумываясь, что тебе на ум приходит. Или вообще взять случайную книгу, открыть и увидеть первое слово, приклеить к нему и посмотреть, что получится дальше. А мы иногда так гадаем. На самом деле в это играть надо и с детьми, чтобы у них постоянно происходило, да. Это ведь очень просто на самом деле, очень радостно. Итак, сегодня мы говорим о креативности и о том, как вот эти свои самые смелые мечты воплощать в материальные объекты. И разрешите мне пригласить гостя, чье творчество сегодня украсило нашу студию. И твою голову. А, мою голову. Это Майко Наговицына. Проходите, пожалуйста, к нам. А меня ждет кухня. Так, креативит пошла наша Ира. С мороза пришла Майко. Посмотрите, какая она нарядная, уютная. И все это произведение... Саморучное. Собственное, да. Золотые руки. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, из чего все это сделано, все эти прекрасные вещи? Добрый день, дорогие телезрители. Меня зовут Майко. Я создаю изделия из шерсти. Вот я вам принесла шерсть, из которого я валяю. А где вы ее берете, простите, сразу перебью? Значит, покупаю в специальных магазинах. Мне отправляет моя дочка, которая живет в Германии. То есть не получается, как раньше, собаку обчесать, нет? Нет, нет, они уже готовые, уже, ну вот в таком топсе продается, это называется меринос. Разных, расцветных, разных цветов. И куцки тоже можно купить же, да? И куцки тоже можно купить. Вот это сорт называется кардачос. Из нее делают вот такие вот сапожки, обувь, тапочки, вот видите в студии, да? Да, это мериноса, наверное. Около 400 рублей стоит 100 грамм, да? Да, вот 400 где-то. И расход на шляпку, например, от 50 до 100 граммов, да? Ну вот как у вас шляпка, да? Это? Это 40 грамм. Да, что? Да, 40 грамм, и такое удовольствие. Так и польза какая, это и тепло. И можно цвет подобрать, тот, который твой выигрышный, да? Конечно, конечно. И украсить можно и бисером, и вуалью. Вот на что хватает фантазии. Ну, насколько я знаю, вы вообще работали бухгалтером, да? И вдруг такой полет креативности. Как это произошло? Ну, вообще я закончила педагогический факультет нашего университета, да? Я работала по специальности учитель рисования. С детства я рисовала, шила, потому что у меня мама мастерица была, как бы. И с детства у меня была мечта стать моделером, художником. Но этого не осуществилось. Но с выходом на пенсию, на заслуженный отдых, да? Вот стала я творить. Очень актуально для нас. Стала творить. Ну, вот творю год, наверное. А сложно было позволить себе заняться творчеством? Ну, совсем не сложно. Конечно, надо было курсы пройти. Я в Москве, значит, прошла курсы фелтинга, то есть валяние шерсти. Постоянно хожу на выставки, на семинары, на мастер-классы. Ну, как бы... То есть у вас какая-то вторая, если не третья жизнь уже началась, получается? Да, получается. И я думаю, самая счастливая жизнь. По сравнению с шитьем, с вязанием, вот это вот валяние, оно насколько сложное. Ну, оно сложное, конечно. Оно требует оборудования какого-то? Оно как бы требует шерсти. И все? Фантазии. И главное, чтобы руки были. А вы руками, да? То есть все так и требует? Без инструментов, без ничего, просто руки. Нет, руками, но инструменты нужны, когда вот толстый войлок валяем, например, сапожки, тапочки, тогда, да, инструменты. Ну, они подручные, буквально, с капотой можно, да? Ну, подручные, да, да. Основное это мыло, которое соединяет вот эту шерсть. То есть это все доступно? Меня больше всего что восхищает в этом? Цветовая гамма широчайшая. Выбираешь то, что тебе нравится, то, что тебе идет. Ни одно живое существо не страдает. Вот, представьте, унтики, при которых никто не погиб. Да, это шерсть защитника. Использовали. А потом тут еще есть такой момент, что если оно протирается, можно подвалять, и это будет служить еще дольше. И они очень теплые, особенно для нашего Якутии, да, для нашего климата. Это фантастическое. Очень теплые. Вам удалось в какую-то свою креативную сферу, в свою креативную, так сказать, орбиту, вовлечь других дам и, может быть, преклонного такого почтенного возраста. Я сейчас преподаю в студии фелтинга, то есть валяния шерсти, в школе третьего возраста. Ну вот год я уже преподаю. Ко мне ходят на кружок, ко мне ходят на мастер-классы. И всех желающих вас приглашаю. Ходят ко мне и школьники, студенты, домохозяйки, работающие и люди пожилого возраста. И это же полезно, потому что в шерсти ланолин, да, это на руки. На руки суставы, да. А можно примерить что-нибудь? Да, давайте посмотрим. У меня что-то уже не терпится. Мы же женщины, как вороны. На все яркое летим. Посмотрите, это муфточка. Ну, это муфточка. А вот это, например, что? Можно я что-нибудь? Вот так вот ручки, варежки, и потом еще вот это муфточку. Я померяю. С кошелечка. Это жилет-трансформер, который, значит, свален с шерсти меринос. А здесь декор, значит, натуральный шелк маргелланский. И нитки сарей. Вот, девочки, как я вам? Это чудо какое-то. Пластичный такой материал. Ложится. Тепленький. Кнопочка. Вот так вот. Легкая такая. Покрутись, чтобы все видно было. Здесь, Оля, как по подиуму. А вы сказали трансформер. То есть она как-то иначе надевается? Да, да, да. Так. Ну, можно вот так. Я чувствую себя Линдой эмангелистой. Здесь уже другой декор. Видите, воротник совершенно рубочий. И низ. Там уже другое украшение. Видите? Ну-ка. И туда вот у шерсти можно же еще вставлять не только нити, но и какие-нибудь еще интересные вещи. Да, кружева. Да, шелк. Все натуральное. А вот этот рисунок, он чем нанесен? Это вот прямо на мокром виде я ложу вот эти низки царей. Я бы потом осмотрелась. Это эти кусочки шелка. Вот шелка, да, например. А потом еще его можно и как пелеринку жать. Это же царевна лебедь. Оля. А, третий вариант. Ты как царевна лебедь. Царевна лебедь. Потом мне покажете, кто фотографирует, пожалуйста. Если фотографирует. Так, что-то еще есть. Смотрите, этот маргелланский шелк знаменитый, который вот так вот летает. Он во основу. Да, его можно положить в основу, и тогда будут эти вещи вот такие вот нежные. На моей... У меня ощущение, что я одно и то же надеваю, а вы говорите, какое разное все. А это как пелеринка, смотрите. У вас бома надевается. Да. Вот так. В разных вариантах. Во всех я душенька нарядах хороша. Все, ну ты модель. И это еще и тепло, к тому же. Да, конечно. А вот это вот моя любовь, вот просто. Какой цвет. Да? Это вот просто я назвала бы хозяйка Медной горы. Да. Да, есть такое. Здесь, видите, она свалена, значит, с мериноса. Вот то, что я вам показывала. Где-то уходит шерсти 200 грамм. Представляете, 200 грамм. И она очень легкая, очень теплая. И главное по размеру, да, хозяйки? Она, значит, с этими кудрями в лист называется. А сколько времени уходит вот на эту кофту, например, свалена? Ну, я, например, ее делаю на два дня. Два дня? Слушайте, ну моя самая-самая любовь, это вот эти вот сапожки. Унтики, потому что они ровно по твоей ноге. Это индивидуально, это же роскошь иметь обувь, которая по твоей ноге. Ну да, я вот смотрю на эти, например. А эти вот тапочки сваляли буквально вчера, они еще влажные. Тапочки, вот они. И вот эти вот почти-то тоже своими собственными руками. Сейчас мы тут. Смотри, что происходит. Какой чудесный подарок, да? Это вот на мастер-классе. Это как у лужки. То есть это на мастер-классе можно все сделать, да? Это все можно сделать. И украшение, которое на вас, это же тоже все в филтинге. Вообще фантастика. Так, хватит. И головные уборы. Слушайте, ну самый шедевр, это вот это платье. Покажите его нашим зрительницам. Ой, какое нежное. Посмотрите, какой там рисунок проглядывает. Платье, вот видите, из шерсти, мериноса. Здесь, значит, украшена вискоза. Конечно. Видите, вот эти нитки. А это уже шелк. Что вы с нами делаете, а? Ну вот что? А можно ведь туда и какие-то старинные, видимо, да? Конечно. Вот от бабушки оставшиеся шелков, да? Да, можно. Можно, конечно. И получится новое прочтение каких-то вот старинных винтажных тканей. Да, да, конечно. Кружев, да? Да, очень. Все это можно сделать. Так, ну что? Я, например, под огромным впечатлением нахожусь. И я тоже. Я считаю, что мы, наверное, да не наверное, а точно. Мы уж скорее всего... Как-нибудь придем на мастер-класс. Конечно. Да, приходите. Вы нас ждите теперь. Да. А меня впечатляют эти шапочки, сумочки. Сумочку покажите, пожалуйста, тоже. Сумочка-мастерка. А, сумочки еще. Мы их повесили. Где-то есть, наверное. Да, и тут разные. Так, ну что, креативность, как мы видим, она может быть очень красивой, очень деятельной. И еще я полагаю, что это источник заработка ваш теперь. Ну да, заработка. И я, как бы, хочу воспользоваться ситуацией, поблагодарить, значит, коллектив школы третьего возраста, своего директора, доброго, милого человека, Аргунову Тамару Прокопьевну. И скоро будет выставка еще, да, в 2 декабря? Хорошо, мы продолжим сразу после рекламы. Возвращаемся в наш город женщин и в нашу, как оказалось, очень даже женскую тему, креативность. Ты нам рассказала об одном методе, но наверняка существуют и еще методы пробуждения своей креативности, так? Да, во-первых, вообще ее не надо усыплять для начала. Ну что делать? Да, особенно вот играть с детьми почаще, потому что это наша врожденная способность. И вот, например, играя со своей семьей, можно придумывать тоже разные методы. Они вроде бы научные, но они очень легко внедряются в повседневную жизнь, потому что это игра. Например, обсуждаем какую-то проблему, а приглашаем в гости, как будто мысленно, известного человека. Допустим, а что бы сказал на эту тему, ну, например, Марта Стюарт, знаменитая домохозяйка, да? Или, например, Агата Кристи, ну или кто-то другой человек, известный. Сергей Лавров бы сказал, мне бы ваши проблемы. И вот примерно таким образом можно, опять же, менять точку зрения на вот те ситуации, в которых мы находимся. Но вообще надо слушать детей, потому что они креативны. Сейчас пришло время, когда уже не знания ценные, а креативность. Поэтому чаще слушайте своих детей. Ну что, раз ты говоришь о детях, я полагаю, надо детям как раз и дать слово. Устами младенца впереди. Мода – это красота называется, а красота – это жизнь. Если тут хорошая природа, надо стать красивым, не как красавица. Мода – это красивее. Еще надо модно одеваться. Надо одеваться красивее. Шляпкой, кофтой, игелькой, голубой, зимой. Мода – это когда крутая одежда такая, и волосы в моде. Ну, как бы, и, например, ну, еще, кое-что, но я не знаю. Так, ну, можно делать новый прическу, и украшить, и танцевать даже. Можно даже юбку надеть, пласи красивые. Можно ногти красить. Я укладываю полосы вот так, чтобы быть плодным. Ну, я сначала делаю как-нибудь вот так, а потом вот так, и потом вот так. И вот так. Вот так. И все. Вот уж действительно, устами младенца глаголит истина. Ну что, тема креативности, я думаю, должна быть продолжена на нашей кухне. Так ведь? Да, конечно. У нас уже есть гость. Гость. Ну, и снова, по понедельникам, я вас приветствую в самой уютной кулинарной рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня у меня в гостях самый известный добряк республики, которого вы все прекрасно знаете, Антон Васильев. Здравствуй, Антон. Добрый день. Добрый день. С чем ты к нам сегодня пришел, и что мы будем сегодня готовить? А сегодня я вам купил все ингредиенты, которые надо сделать, блины добра. И мы будем сегодня делать блинчики добра. Блинчики добра. Да. Вообще супер. Что нужно для твоего теста? Вот у каждой хозяйки свое тесто для блинов. Очень интересно было бы узнать, вот из чего именно ты его делаешь. Ну, главное, это молоко. На воде, а не на кефире. Молоки. Молоко сколько нам нужно? Стакан хватит? Стакан. Стакан молока. Так. Ну, перед тем, как молоко налить, мы разобьем яйца. Хорошо. Сколько яиц? А то бывает, если вы испорчены. Два яйца. Два яйца. Ага. Значит, для блинчиков добра, которые готовит Антон, у нас требуется два яичка, стакан молока. Еще что? Сахар, соль. Сахар, соль. Растительное масло. Так. И муки. И мука. Можно мне вопрос? Я, конечно, знаю, почему называются блинчики добра, но предлагаю все же рассказать и остальной нашей аудитории, почему блины добра не называются. Блины добра, потому что я решил помочь многодетной семье построить дом. Им надо собрать 700 тысяч рублей. Я подумал, подумал, я могу же внести лепту свою в это дело. И решил по продаже блинчиков большая часть денег будет уходить им. Понятно. Благое дело. Это сколько же блинчиков надо сделать и продать? Ну, это около пяти. Посчитал? Да, около пяти блинчиков. Пяти тысяч блинчиков продать надо. Около пяти тысяч блинчиков. Мы планируем до конца Нового года построить дом. Ничего себе, какие планы. Ну, слушай, здорово, молодец. А стоять в морознице, это не наш. Зачем? Надо двигаться. Правильно. А что случилось у этой семьи? А у них осенью сгорел дом полностью. Это на птицефабрике. Они жили, у них дом сгорел полностью. И тут одна строительная компания «Аластрой» решила делать им дом бесплатно, только строим материалы надо. Уже каркас поставили, основу поставили. Сейчас осталось купить очень много, но около 700 тысяч рублей осталось собирать. А, то есть нужно просто немножко, чтобы привести уже этот дом в порядок. А так каркас уже стоит, да? Нет, каркас уже поставили. Осталось там, ну, еще много. Я слышала, ты им квартиру снял? Нет, квартиру я снял другой женщине, которая будет печь блинчики. И я-то все не успею сам делать, я же всегда на улице, всегда борюсь с мусором. А будут блинчики, будет печь многодетная мама. Мама двух детей, многодетная. Мама и мама одиночка будут печь блины. И все блинчики покупаю у нее. Вы помогаете ей оплатить квартиру на жизнь. И помогаю ей, большая часть денег уходит туда. Друзья, вы покупаете блинчики у Антона. А где, кстати, можно их купить? А на автобусной остановке Гемеин, да, там по Сеглярскому соседу, есть такой замечательный магазин, там продаются блинчики добра. А доставка есть, если, например, кто-то в обед захочет полакомиться? Да, доставка есть, доставка есть. Ага, так, ну-ка, дальше давай. Добавили соль, сахар добавили. Хорошо. Обычно Антон у нас готовит с начинками котлета, да, ты обычно берешь? У меня котлета, у меня икра, варенье. Красная? Красная. Ничего себе! Хорошо. И блины, наверное, важно. А сколько стоят блинчики добра? Блины добра вот с мясом и сыром, плюс кетчуп и кофе 250. А если взять по минимуму, то 200 рублей, там, где две котлеты, сыр и все. Это в упаковке два блинчика, идет с кетчупом вместе, да, с пакетиками. Понятно. Антон, вот ты у нас такой известный, да, на всю республику, самый добрый человек. Каждый твой пост обязательно обсуждается, вокруг тебя всегда такой ажиотаж. И я знаю, что буквально вчера тебе предложили стать депутатом и пойти в политику, это правда? Да, это правда. Вчера молодой, ну, будущий политик, я не знаю, кто пригласил меня к себе. Я к нему подошел, он мне сказал, Антон, давай пойдем, будем баллотироваться в депутаты. Я такой, я не пойду, я не политик, я романтик-доброволец. Он сказал, как так, и начал он на гниль давить, типа, вот, республика, туда. Ой, извиняюсь, извиняюсь за вражение. Начал он за такой плохой, говорит Антон, ну, самую больную тему. Вот, наша республика, тут все так мало, медленно. И начал, давай, ты пойдешь, будешь лицом, люди будут тебя выбирать. Я сказал, нет, нет, я не такой. То есть ваш выбор никакой политики, давайте тогда готовить. Понятно. Так, дальше добавляем муку и жарим на масле, да? Ты еще с вареньем делаешь, я знаю. Не, я на масле не жарю, я пеку, получается. Я пеку, получается. Ага. На сковороду. Ага. Хорошо. Кстати, наверное, всем интересно узнать, ты же недавно где-то объявил о том, что женишься. Это правда? Да, это правда. Это правда. Когда свадьба? Свадьба, может, в этом году, может, в следующем году. А девушка разделяет ваши интересы? Да, мы с ней вместе начинали, она очень замечательный человек, с таким хорошим характером твоим, которым не даст уснуть. Да, держим за вас пальчики. Спасибо большое. Встретить своего человека, это так важно. Это здорово. Может, часть креатива есть? Спасибо большое. Особенно если твой человек тебя поддерживает, да? Да, она поддерживает очень сильно, она радуется. А так все хорошо. Ждем. Ждем мы пока. Тесто можно делать жидким, можно делать таким, густым. Если тесто делаем жидким, значит, блинчики будут хутуненькие и очень аппетитные. А если делать толстым, это густым у меня тесто, то, значит, там они будут очень толстые и да. А как сделать, чтобы они не прилипали? А? Да, вот это вот сложность основная. К сковородке. Как сделать, чтобы они не прилипали, тем более вы их печете? А знаете почему? Сначала, когда по бокам загораются, когда начинают уже готовы, только тогда надо отдирать, от плитки переворачивать. Чтобы не прилипали. А маслом сковородку смазываем? Нет, нет, нет. Вообще без масла. На чугунной сковородке? И даже в тесто масло? Я в тесто добавляю масло, а на сковородку нет. Сколько масла добавляем? Одну столовую ложку. Одну столовую ложку. Одну разу мне не удалось, даже добавляя масло в тесто, достичь таких результатов. Обязательно стоишь и ругаешь сам себя. Вот Антону на мастер-класс, Оля. Надо, да, надо. Антон, а вы умеете вот так вот подбрасывать? Да, Антон, вы умеете подбрасывать? Не, я так не умею. Аккуратненько лопаточкой, да? Не, я вот только лопаточкой. У меня папа вот так вот жарил блинчики. А вот так подкидывать вверх, это шоу получается? Это зачем? Это издеваются, на деду издеваются. Ну вот то, что Антон придумал печь блинчики, да, это ты каждый день печешь, каждое утро, да, получается? По заказам работают. По заказам, да. И продавать их потом, и передавать деньги нуждающимся людям, это же тоже креативно. Конечно. Да, по нашей теме как раз это очень хорошо. Найти выход в решение проблемы, когда нет ресурсов, создать вот такой подход, это и есть проявление креативности. А вот я планирую буду... Из ничего создался дом, из добра. Я в будущем планирую такие блинчики добра по всей республике раскидать. По всей нашей республике. То есть везде будет какой-то пункт добра, который печет блинчики. Да, каждый солидец районов будет. Им надо название придумать. Блинчики добра от Антона Васильева, да, получается? Очень блин. Ну, блин, я так и полково сделаю. И получается, какой-нибудь семье надо деньги на лечение, будь то ребенок, будь то женщина. Она просто подходит ко мне, мы составляем список, вот так. Я публикую все купленные блинчики добра, все деньги идут на помощь какой-то семье. И все. И получается, а то у нас много людей просят, просят. А многие люди давать не могут, потому что нет у них денег. А так они, покупая блинчики, они помогают, то есть будут помогать той семье, кому нужны деньги эти. Здорово. Да, это выход. Это выход. Я вот так понял. Ну что ж, я полагаю, что сейчас непосредственно мы приступим к готовке. Потом мы сможем все это попробовать. А пока я предлагаю немножко отлечься, буквально на две минутки, с тем, чтобы вернуться в нашу студию, уже что-то ароматное учуять и, возможно, попробовать. Все, как мы любим. Чутье меня не обманывает. Там действительно очень вкусными запахи мы потянуло. Но потянуть время все же нужно. Хотя это, на самом деле, неправильно совершенно. Это неверное выражение. Мы не тянем время, мы им наслаждаемся. Тем более, впереди нас кто ожидает? Конечно же, наш любимый Митя Ефимов. Который умудрился креативность свою превратить, ну, буквально в орудие всего. И зарабатывание денег. И хорошей своей жизни, счастливого мира ощущения и даже благотворительности. Потому что Митя отправился в детский дом. Всем привет! С вами Митя Ефимов и рубрика «Хорошо». Друзья, уверен, вы прислушаетесь к моим советам. Смейтесь хоть понемножку каждый день и чувствуете себя так же, как мы. Во всем мире клубы смеха ведут социальную работу по организации смехотерапии в больницах, домах престарелых, детских домах и даже фирмах. Наш клуб тоже решил включиться в это движение и отправился в детский революционный центр «Остров добра» в городе Лосино-Петровске. Чтобы поднять настроение детям, провести мастер-класс по йоге смеха и просто пообщаться. Я буду показывать упражнение, мы будем платить смех. Хочу выразить огромную благодарность. Надеюсь, что в дальнейшем мы с вами еще не раз встретимся. Поскольку у нас дети постоянно меняются, они у нас не находятся там долгое время. Через какой-то период придут другие дети. Я думаю, что они тоже с удовольствием посмотрят вот такое мероприятие, которое мы сегодня увидели. Спасибо! Вот такой классный проект мы провели с нашими волонтерами. Друзья, почаще смейтесь, улыбайтесь и дарите улыбку всем окружающим, особенно тем, кому она необходима. В качестве лайфхака хочу вам рассказать про смех и смс, в котором мы переписываемся с моими родителями, друзьями, учениками и коллегами. Как это выглядит? Вы берете телефон, открываете WhatsApp, нажимаете запись звука и говорите так. Привет, мам! Я тебя люблю! И все, и отправляете такой вот заразительный и добрый смех своим родителям. Они получают, читают это, смеются в ответ, и у вас остается целая память смеха, смеха ваших близких людей. Потом, в течение дня, вы можете спокойненько надеть наушник, включить эту запись и еще раз услышать, как смеются ваши родные. И это обязательно поднимет вам настроение. Хотите узнать больше о йоге смеха, посмеяться, попробовать на себе все упражнения этой замечательной методики? Тогда жду вас. 25 ноября в 15 часов в спорткомплексе «Триумф» мы будем смеяться всем в Якутском. Приходите, давайте смеяться, и тогда все у нас в жизни будет хорошо! С вами был Митя Ефимов. Увидимся на следующей неделе. Пока! Пока! Ну что, лично я в нетерпении нахожусь. С того момента жду, когда мы увидим лично Митю Ефимова. И сможем так хорошо, свободно и заразительно смеяться вместе с ним. Надеюсь, что вы нас все поддержите. Есть у нас та информация, которая прямо-таки ждет, рвется в эфир. Во-первых, я опять поправлю свой оберег. Вот он. Вот он этот оберег. Очень красивый. Да, это Хоресхал. Он несет благополучие, привлекает богатство, успех, счастье в наш дом. Ну, а в сети магазинов «Хамелек» при покупке от любой суммы с 15 по 26 ноября вы становитесь как раз обладателем сакрального браслета оберега Хоресхал. Ну и помните, что флайер вы всегда можете обменять в сети магазинов «Хамелек» на дисконтную карту «Хамелек». Причем при покупке от любой суммы. Напомню и адреса. Проспект Ленина, 36, торговый центр «Айсберг», второй этаж. Крестьянский рынок, первый этаж. И ТРК «Азия», первый этаж «Хамелек». Что-то на кухне происходит, что-то очень вкусненькое там происходит. Пойдем поближе. А у нас уже все готово. Готово. Антон напек блинчиков. С какой они у нас начинкой? У нас у меня начинка. Сыр и котлеты. Горяжий котлет. Горяжий котлет. Очень вкусный. Мы, кстати, решили сегодня с нашими девочками поддержать Антона, поддержать эту добрую акцию. И мы купим все эти блинчики. Спасибо большое. И сделаем свой взнос. А заодно пообедаем. Кстати, вот эти котлетки, кто их делает? Вы где берете? Я их покупаю в магазине. А, то есть они готовы уже? Да, готовы. Мясо какое? Мясо говядина, свинина. Понятно. Скоро, наверное, жеребятина появится. А жеребятина есть. Очень хорошо. Кстати, я сегодня еще хочу напомнить то, что у нас тема про креативность. У меня сегодня такие формочки. И, наверное, с декабря месяца я уже начну ими пользоваться. Новый год. Ух ты, ждем. Рядышком уже. Поэтому мы будем делать салаты. И все это от фирмы Тискома. Можете вот такие формочки приобрести. Торговый центр «Проспект», торговый центр «Тоймада», первый этаж. Тискома. Все лучшее дома. Антон, я хочу тебе сегодня подарить еще свой журнал. Кулинарный журнал «Вкусная шкатулка рецептов номер один в республике». Здесь вот у нас собраны рецепты хозяюшек. Может быть, тебе что-то пригодится. И твоей будущей жене, кстати, вот я ей передаю. Спасибо большое. А у меня есть такой вопрос. Антон, а где ты черпаешь вот эти вот идеи для своих проектов? Это ведь тоже откуда-то они приходят? А знаете, черпаю я, мне там можно посмеяться над этим. Но все мне дает космос, Вселенная дает. А как это уловить? Это вот, наверное, нам всем оттуда, да? Ну, кто-то вот улавливает, а у кого-то между тобой и космосом есть какая-то вот барьера. А как, чтобы оно вот шло на тебя, чтобы ты мог уловить вот эту вот мысль, как она приходит вообще? А это долго объяснять, долго и это надо часами вам объяснять, все рассказывать. А если так, то вам надо просто полюбить жизнь. Когда вы полюбите жизнь, тогда вот все будет получаться. Я вам обещаю. Абсолютно согласна. Какие хорошие слова. Очень замечательно. Любите жизнь, притворенные в действие, кстати. Вам много удается привлекать людей вот к своей деятельности? Ведь люди хотят делать добро, и только повседневная жизнь, а также какие-то личные страхи могут им мешать. Да, очень много присоединяются к добрым делам. Это кто вещи дает, кто финансово помогает. Я, например, вот позавчера клуб Ален, автомобильный Ален, подарил 5 тысяч рублей многодетной матери. Матери-одиночки. У вас такая разовая помощь, она адресная получается? Адресная, да. Как вам удается договориться с тем, кто отвезет? Вот вы по УЛУСам помните, Чарун Добра ваш шествовал и шествует, наверное, до сих пор. Как вам удается договариваться с перевозчиками? Там же большие грузы бывают. А знаете почему? Потому что идет администрация, помощь пришла. Администрация все раздала. Администрация собрала свою помощь и передает другому УЛУС. То есть там способствует, да, в УЛУСах тому, чтобы помощь оказывать какую-то. А вот насчет Чаруна Добра. Я слышала, что ты его вообще ликвидировал или как? Нет, хотел сначала ликвидировать, но мне сказали, что очень трудно и очень потеря времени большая. Вот так, и решили оставить, и все будем. И планирую в следующем году, в февраль месяц, уходить на Россию уже. Тянуть долго так нельзя, надо уходить на Россию. Первым участником будет у нас Забайкальский край, город Читах. Ух ты, на всю Россию распространился Чаруна Добра. Это же здорово. А вот если люди захотят к вам присоединиться, то ваши контакты в интернет, да? Да, в интернете. Там весь интернет, Антон, герой интернета. Кстати, вот тоже вопрос по этому поводу. Поскольку Антон, да, он всегда в центре внимания, да, девочки? Везде он, во всех публиках, там каждый его публикует, его посты постоянно. Я бы хотела спросить, у тебя ведь есть какие-то твои поклонники, да, есть еще и те, кто критикует. Как ты относишься к критике в свой адрес? К критике отношусь положительно. Ну, иногда смешно, иногда они такое пишут, про меня, я сам не знаю, кто я такой. Есть такая функция хорошая, бан. Я их баню. Здорово. Я тебя забарил, тебя не существует. Ну да. Потому что время терять и объяснять человеку, и они пишут, как с анонимных этих аккаунтов. И это бесполезно. Судиться с ним, обсуждать, перебороть его. Не надо тратить время на это. Ну, это самое правильное решение. Нажал кнопочку, и все, да, одним движением. Ага, и все. Долго не мучаешь. Они с нами так же потом поступают с хорошими людьми. Кстати, по теме, кроме блинов, еще что-нибудь готовишь на кухне? Я люблю картошку жареную делать. О-о-о. Это мои фирменные блюда. Картошку жареную. Фирменные? Да, да. Я люблю это делать. Ну, в следующий раз тогда позовем тебя с жареной картошкой. Хорошо. Потому что ее готовить, это же тоже нужны особенные какие-то тонкости, чтобы она была поджаристой, чтобы не прилипала к сковороду. Да, чтобы она не потеряла форму, сохранила корочку. Не у всех она получается. А я готовлю по-спартански. Да, это как? Я накидал, нарезал, кинул, перемешал, не перемешал, там она поджарилась, поджарилась. Не загорелась? Да, загорелась. Отлично, мы все по-спартански. Как есть, так есть. Ясно. С крышкой или без? С крышкой, конечно. Чтобы она снизу пробеглась. Да. Ну, понятно, тоже креативно. Спасибо. Да. Ну что ж, тема нашей креативности, я чувствую, сегодня удалась, поскольку, хотя не поиграли мы, как планировали, а игры могли бы получиться. Это уже реально обращаться можно к человеку, да, сейчас много таких вариантов. Вот ко мне можно на ораторское искусство прийти, мы там поиграем в ассоциации, да, в свободное описание и во все, что угодно. Ораторское искусство, я мечтаю. Приходите. Это хорошо, я могу дикции научить. Ну что, тогда нужно как-то подытожить хотя бы какие-то уроки, которые мы извлекли. Вот я, например, сразу хочу сказать огромное спасибо за то, что я больше не буду засиживаться в кресле критика, когда свои проекты и планы какие-то продумываю. За это тебе, Саша, огромное спасибо. Я хочу поблагодарить нашу гостю Майко за то, вот эту вот красоту, которую она несет в мире, то, что людям дает такое ремесло, которое дает возможность самовыражаться и делать для себя чудесные вещи. А я хочу поблагодарить нашего Антона, который пришел ко мне сегодня в гости. Спасибо большое. Спасибо за свои частички добра. Всем добра, товарищи. Счастливой недели. Счастливой всем недели. Свой фирменный жест. До свидания. До свидания.